Если бы вы пошли слушать всенышную Рахманинова, и вдруг в консерватории к вам бы подошла в очках девушка со скрипкой и сказала бы 30, шепнула бы, ну не хуй, она бы еще раз сказала 30. Не, ну может быть. Я Лариса Бузеева, и это Давай Пожаримся, добрый вечер. Сегодня у нас женихи Денис, Виталий и Илья, а невеста у нас Екатерина. Ну какая же вы прелестница. Пойдемте. Екатерина, 29 лет. Прошла с возлюбленным много испытаний, но когда все беды остались позади, поняла, что достойна другого счастья. Екатерина мастер по наращиванию волос, гордится тем, что купила квартиру в центре Казани, мечтает увидеть своего отца и побывать в Нью-Йорке. Признается, что у нее было очень трудное детство. Екатерина не готова связать свою жизнь с представителем творческой профессии и обладателем усов. Выйдет замуж за спортивного мужчину с хорошей фигурой, приличным достатком и чувством юмора. Катюша, ну глядя на вас, такую яркую, такую загоревшую, такую модную, никогда не скажешь, что у вас было трудное детство. А с чем пришлось столкнуться, что пришлось пережить? Чернобыль. Вы с какого года? Восемьдесят шестого. А-а-а. Я родилась как раз там, во время взрыва. Моя девочка. Это вы прям были в эпицентре? Да, мама была беременна мной на шестом месяце. Да что вы. Я родилась уже с опухолью. Мама жива? Да, мама жива. Я знаю, что тебе нравятся бронетки, Денис, в этом случае. Договоримся, я думаю. И вы родились с опухолью, и что? И через что пришлось пройти? Опухоль росла, в три года уже поставили смертельный диагноз. Нужно было искать донора, либо деньги на операцию, большие деньги. И мама пошла на телевидение просить деньги. И отозвали сразу несколько клиник. В России? Да. Слава Богу. В Москве. Слава Богу, уже хочется гордиться. И что? Я очень волнуюсь просто. Сколько лет все это? Две операции проходили в Москве, в онкологии. Вы помните что-нибудь? Да, помню хорошо детство. Даже помню, как брили голову перед операцией. Девочка золотая. Вы знаете, как вы либо переживаете все в первой половине жизни, а потом счастливы бесконечно. Дай Бог. Либо. Да? И сейчас у вас... Вы здоровы? Да, сейчас абсолютно здоровы. Виталий, я думаю, знаешь что? Это насколько сильный человек, насколько сильна у нее мама. Насколько они прошли через такие испытания. Не каждый человек сможет. В школу ходили обычно? Да, в обычную школу, но были трудности там, конечно, тоже. Да, дети жестокие. А вы еще без волосиков были, да? Да, до 12 лет я ходила в косынки. Моя девочка. И что? Злые одноклассники? Ну, сдирали косынку, обзывали. Ну, жестоко, но... Сейчас уже как выросла, понимаю, что это все детство, все прошло. У вас, наверное, ни братьев, ни сестер? Нет, мама первого брата родила в 17, меня в 18. Отец остался там, считается, без вести пропавшим. И мама уехала уже к маме, к бабушке в Казань. Так вы хотите разыскать отца или нет? Да, я бы очень хотела. Ну, вы можете, у нас возможности, Лариса про это уже часто говорит, вы можете обратиться? Катюш, но если он без вести пропал, и 29 лет прошло, Вы считаете, что у него была причина от вас скрыться? Нет, просто объясните. Может быть, он был такой подлец, что бросил маму с годовалым ребенком и беременную. Тогда... А бывает, потеряли память, не может вспомнить, кто где. Ну, я думаю, что тем более в те времена все-таки человек не иголка. И в любом случае... Просто, когда стал выбор, когда Наде предложили уехать... Моя мама. Он отказался ехать, и Надя поехала с детьми, приехала. Вполне вероятно, что он живой. Да. Просто вот не просил эту ситуацию. Да, 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 он просто не простил. Ну, сейчас социальные сети. Пусть обратитесь, давайте обратитесь, пожалуйста. Мы пытались разыскать, пытались. Вы как-то намекните какие-то вещи, чтобы он понял, что это вы. Молчанов Александр, я жду тебя. Я ваша дочь. Какого года рождения? 62-го. Если откликнется, будет хорошо. И вот вы превратились в 17 лет в девушку. И уже абсолютно здоровую, и без комплексов должно быть, и с красивыми волосиками. И у вас случилась с вами первая любовь. Да. В 19 лет. Ну, у нее, конечно, судьба вообще простая. Вам было 19, он говорил, что ему 18, но он прибавил себе 5 лет. Нет, 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 не так было. Он был старше меня на 4 года. А, старше? Да. Мне показалось младше, думаю, вы с 13-летним, что ли? Нет, это вторые отношения. Это вторые уже. Давайте про вторые, интереснее. Вторые отношения были на протяжении 6 лет. А вам было? Мне было 21, а ему 17. Познакомились. А вы не видели, что он ребенок? Ну, не выглядел как ребенок. Ну, и мне как-то 21, я тоже не выглядела так взрослым. Вот. Завязался роман, он ухаживал долго. Потом стали вместе жить. Он вас пригласил к своим родителям? Да, первый раз пригласил к маме. И вы там остались у родителей? Да, первый раз. Ну, так и что? У меня была первая девушка. Я была первая девушка. Я не сделал? Выйти замуж? Да. А почему не вышли? Ну, там были зависимости. Вот так вот. То есть, 6 лет жили, а замуж не ходит, потому что он кто? Какой человек, кто наркоман, кто он был? Дело в том, что у него была трагедия в жизни. У него погибла мама очень рано. И он просто замкнулся и ушел в себя. Понимаете? А отец ушел к молодой любовнице, ровеснице Катерины, да? И поэтому им было очень тяжело. Все это я наблюдал, потому что мы с Катей очень близки. Мы 19 лет вместе, вы понимаете? И вот это вот все смотреть на протяжении, да? Как она пыталась, старалась помочь ему. Можно было в качестве жены это делать и стараться. Она сможет на тебя надеяться? Да. Я всегда поддерживаю людей, которые рядом со мной. Вы его вылечили? Да. Сейчас он живет своей жизнью, я своей. Да, это был ваш опыт. Вот вам 29 лет, и было бы странно, если бы у вас опыта не было никакого. Опыт очень скромный, но очень хорошо вас характеризующий. Своих не бросаете. До последнего пытались помочь. Правильно. Правильно. Детей хотите? Очень хочу, да. И мне очень нравится, что ваш брат и ваши тети пришли с вами. Вы, кстати, очень похожи. Вы сын, да? Да. Просто одно лицо. Счастливый, наверное, вы парень, потому что мама похожа. Очень счастливый. Отношения с мальчиком помладше. Люха, тебя не смущает? Да. Это вообще, мне кажется, такая разница. С возрастом должно быть наоборот. А тут вообще не знаю все. Ну, может, она любит молоденьких? Может. Ну, я смотрю, вы-то жениха-то выбираете такого брутального, богатого, спортивного. Это вот откуда у вас такие... Желательно здорового. Спортивного. Вот это, наверное. А здорового, это что значит здорового? Ну, чтобы не курил, не пил и вел здоровый образ жизни так же, как и я. Давайте посмотрим, какой вы образ жизни ведете. Я очень люблю заниматься спортом. Днем я катаюсь на велосипеде, а вечером бегаю по набережке. Я бы очень хотела, чтобы мой будущий муж вел здоровый образ жизни так же, как и я. Я очень люблю гулять в московском парке. Здесь можно отдохнуть от городской судьбы. А еще у меня есть вот такое маленькое чудо, которое живет со мной в Москве. Я надеюсь, что моему избраннику тоже нравятся животные. А если вашему избраннику не будут нравиться животные, ну, я думаю, мы решим как-нибудь. А у вас нарущенные волосы, да? Правильно я поняла? Да, я занимаюсь этим. То есть это прямо вот то, что вы делаете? Да. Очень красиво. Никогда бы в жизни не подумала. А что, прямо можно мыть, не отвалится ничего? Нет, нет, все нормально. Денис, ты любишь кошек? Да. Если нет, то дай мне, мне очень понравилось. Здоровый, без дурных привычек. Брутальный, спортивный. А вот по поводу денег, не мне же об этом говорить. Ну, я так поняла, что он там бизнесом должен заниматься. Вы же сами это озвучили. Ну, это немаловажная часть, но если уж будет простой. Главное, чтобы была цель. Цель куда? Стремиться. А вместе заработаем. Вот мне, девчонки, самой даже стало интересно. Вот вы мне озвучите, допустим, он зарабатывает 50 тысяч, условно, зарплату у него. То есть вы, ну, о какой сумме он должен мечтать, чтобы было понятно? Что вы говорите? Он стремится. Вот это сколько? Ну, я думаю, 50 тысяч достаточно, если он стремится дальше, если у него какие-то есть планы в жизни, цели. Да каких? Да, это миллион. А то ко мне приходит невеста, 5 миллионов. Думаю, господи, да и же она такие зарплаты. Нет, ну у меня нет таких миллионов. Пределу нет совершенства. Просто ее бывший молодой человек не так достаточно много зарабатывал, но, по крайней мере, это не мешало им развивать отношения, стремиться вот до определенного какого-то момента. Как будто никуда они не развились, понимаете? Потому что конкретики не было. А я вам, знаешь, дорогая Катенька, другого советую. Вот эти брутальные мужчины не для вас, честно говоря. Вот добродушные, может быть, даже не очень брутальные, не похожие на альфа-совцов мужчины, чаще всего, и по опыту могу сказать, 20 лет этим занимает, очень хорошие мужья. И семьянины, и хозяины хорошие. Поэтому брутальность – это не равенство счастья в семье. Выбирайте вот такого, и такого я вам рекомендую. Человек прошел столько испытаний, тут не может быть обмана. Катерина, я считаю, абсолютно в этом уверена, что вы уже в своей жизни свое отстрадали. Вам хватит. Вам хватит и вам, и вашим детям, и внукам. Поэтому с сегодняшнего дня вы должны стремиться к абсолютному счастью. Вот как вы себе его представляете в виде брутального, богатого, заботливого, здорового, без дурных привычек. Вот такого и ищите. Ничего вы такого не совершили в жизни для того, чтобы вам носить ношеное, а спать с брошенным, понимаете? Не совершили. Вы здоровая, вы красивая, вы неждевенка. Поэтому будем искать такого, как хотите. А звезды нам? Мощный, сильный, прекрасный стрелец. У вас невероятная живучесть есть. Вы способны буквально как Мюнхгаузен из болота себя вытянуть, потому что вы склонны ежедневно учиться. Но мужчина вам нужен добрый. Это должен быть человек дома. И больше того, вы обязательно его подчините. То есть, вольно или невольно, но это будет сильный, успешный человек. И он будет подчиняться вам, как хозяйке Медной горы. На самом деле, ей нужен мужик. Она уже нормально, она уже все насмотрелась. Проходите и знакомьтесь с первым женихом. Здравствуй, Екатерина. Здравствуй. Сегодня я пришел за тобой. Спасибо. Денис, 32 года. Предприниматель занимается продажей электрооборудования. Имеет первый разряд по боксу. Занимается единоборствами, дайвингом, катается на сноуборде и любит отдых в горах. Гордится покупкой квартиры и тем, что похудел на 17 килограммов. Предупреждает, что живет без телевизора. Денис расстался с преданной возлюбленной ради вспыхнувшей на пожаре страсти. Но снова из вранницы он узнал, что такое эффект бумеранга. Надеется, что Екатерина оценит его искренность. Что за пожар был? Это был прям настоящий пожар или огонек страсти, который в вашей юной душе вспыхнул? Это был настоящий пожар, который впоследствии перерос в пожар любви. Как романтично, не пугаетесь, Денис. Мы встретились, столкнулись на пожаре. Горело офисное здание вблизи нашего офиса. И мы столкнулись на пожаре. Встретились взглядами. И практически сразу я влюбился в нее. Ну, молодец, молодец. Это похвально однозначно. Она голая, что ли, бежала? На ней все это сгорело? Нет, она была одета. Мы встретились взглядами просто. А разве до этого так бывает? Мне кажется, только в кино так бывает, нет? Страшно же, послушайте. Становочное такое свидание. Я готов к стрессовым ситуациям, поэтому я нормально отреагировал. Я организовал эвакуацию людей из помещения. И там мы с ней столкнулись. Потом она помогала мне в этом. Послушайте, но вы жили до того момента уже год как с девушкой, да? Да. С другой. Да. И вы с ней сразу расстались? И не жалко было ее? Мне было очень ее жалко, конечно. Но я помогал ей первое время. Тем более она ведь из другого города переехала к вам жить. Да. Я нашел ей квартиру, я снял ей квартиру, помогал ей первое время. И как вы ей объяснили-то, что полюбил другую? Сори? Или что? Ну, мне пришлось, да. Скажите, а эта вот новая девушка хоть стоящая была? Как с ней отношения стали завязываться? В первое время у нас были великолепные отношения. И через 4-5 месяцев у нее начались постоянно какие-то претензии ко мне. А вы уже жили вместе с ней, да? Да, она переехала ко мне с ребенком. Так еще и с ребенком. Да. Еще приедем. И что ей не нравилось? Мало зарабатываете, требовала подарков все время, да? Да, у нее были подруги, которые ей постоянно рассказывали, что им дарят бриллианты. Это очень распространено, да. Да. На что мой муж говорит, ну так найди, иди к тому, кто дарит бриллианты такие. У меня таких денег нет. И вы бы ей сказали, дорогая, ну так это же подруги, муж, а ты выбрала меня. Любишь меня, спишь со мной. Да, я бы много раз ей пытался объяснить, что как-то нужно правильно приоритеты расставить для себя. Либо бриллианты, либо надежный мужчина с тобой. Да. Ну ее постоянно потребность в бриллиантах постоянно росла. Вы воспитывали ее ребенка? Да. У нас хорошие отношения были с ребенком. Изменяла вам, как вы считаете? Не знаю, не ловил. Утверждать не буду. Ну, она ведь оставляла дочь с вами на ночь, а сама уходила, как будто бы по работе или встрече с коллегами. Ну, это был единственный случай, что послужило последней каплей. Надо прийти когда и сказать, слушай, ты со своими бриллиантами тусуйся где-нибудь в другом месте. И тут-то на горизонте замаячила бывшая. Нет, бывшая не сразу замаячила. Бывшие маячат, когда плохо все, когда в семье начинается раздрайв какой-то. Бывшая появилась буквально через три дня после того, как мы расстались. Мы расстались, потому что у меня уже тяжело. Она в засаде, что ли, сидела все это время? Нет, она не в засаде. Ее, видимо, инструктировали подруги. Она как-то следила за моей жизнью там в соцсетях. Ну, а я вам о чем? Да. И вы? И когда я расстался со своей возлюбленной, она буквально через три дня прилетела из Питера якобы к своим родителям. На самом деле поговорить со мной, пообщаться. И мы провели вместе с ней, отпуск провели вдвоем. Стали жить вместе? Нет, нахлунули воспоминания, все вспомнилось, как все-таки нам было хорошо вместе, мы отдыхали вместе. Нет огня, нет огнем огня, абсолютно нет. Так, это, только это, вспышка. Дымок, легкий дымок. Мы вместе улетели с ней в Питер. Ну, через три дня, ну, я что-то заподозрил, что-то неладное. Она каждый день приходила с работы с подарками, с мишками плюшевыми, с цветами. Якобы кто-то и сотрудники ей дарят их. Это она вас стала мстить, маленечку вам? На Новый год она на неделю уехала, выключила телефон. Правильно. Это и подружки сказали, а ты ему, паразиту. Вот чем он тебе, тем и ты ему. И она выключила телефон, и все, и пропала. Чтобы вы рванулись ее искать, сделали бы ей, наконец-то, предложение. Это же все для этого. Как только барышня отключает телефон, сидит перед вами загадочно, на все отвечает односложно. Значит, ждет предложение. Это все стимуляция вашей ревности. Дураков. Это не только стимуляция ревности. Если бы вы не в соцсетях бы сидели бы, а пришли бы на наш сайт 2.тв, вот время бы не потратили бы. Ну, ему женщина сильная тогда нужна, его подсоберет в кучу. То есть ты хочешь сказать, что Катю водите? Это нужна сильнее Кате. Перед вами сидит Екатерина. Нравится? Да, нравится. Вот у меня вопрос, Денечка, а почему у вас телевизора нет? Вы что, денег нет, что ли, телевизор куда нет? Нет, телевизор это пустая трата времени. Я занимаюсь больше собой, самосовершенствованием. Не, ну в принципе, смысл того, что он занимается самим собой, это хорошо. Да, ну это да. Наш Катюш не любит растительницы на лице, а что делать будем? Если невесте нравится больше без бороды, я сбрию. И что, прямо ее сбрить? Да, почему нет? Казак, чтобы усы, борода... Ради бабы, ради бабы. Казака, усы, борода, это богатство рода. Ну и нет, кубанский казак, ты знаешь. Как он может... Вы знаете, что у вас есть три бонуса? Да. Свидание наедине, скелет в шкафу, семейная тайна или традиция. Что вы видите? Семейная традиция. У нас есть семейная традиция. Я потомственный кубанский казак. Мои дедушка и прадедушка были атаманами, основателями казачьих станиц. Я поддерживаю традицию. Мы каждый год катаемся на лошадях, чтобы навыки поддерживать. Каждый год на лошадях. Каждый год. На лошадях в Москве тоже девочки, 19-летние катаются. Это не показатель. Каждый год на лошадях. Ну хорошо, а сюрприз покажете? Конечно. Проходите. Екатерина, в жизни бывает много ситуаций неординарных, в которых приходится мужчине постоять за себя и за своих близких. Мы продемонстрируем кое-что. Привет. Я из Клюза хотел познакомиться. Как же в этом парне человек? О. Молодец. Проходите в свою комнату. Спасибо, друзья. А будем просить бриться или нет? Невеста, ну что? Ну я думаю, ему так идет. Ну хорошо, а если не борода, а все остальное, произвел впечатление? Ну, так немножечко напряг то, что вот легко расстался с девушкой, с которой строила отношения, так легко расстался. А если потоп? Послушайте, в жизни вообще свойственно, да, людям влюбляться. Вот что ему было делать? Ну вот дурак был молодой, увидел, влюбился. Конечно, это безответственно. Но в молодости он не был ничем не обременен. Ни узами брака, ни детьми влюбился. Кстати, безответственно, тоже свою молодость растрачивать на мужчину, за которым вообще никогда замуж не выйдешь. Знаешь, сестра Тереза кто-то или мать Тереза. Тоже надо было о себе думать. Так же можно воспринимать. Его вы так воспринимаете, а мы поведение в это так воспринимаем. Она как раз о себе и думала. Это ей нужно было ее душе спасти. Да, нужно было. Тебе такие девушки, мне кажется, нравятся, миниатюрные, с хорошей фигурой. По-моему, это твой тип. Даже несмотря на то, что она казалась бы блондинкой. Ну и мне он показался очень открытым, честным. Он волновался, конечно же, старался. Конечно, волновался. Так что я думаю, у него есть все шансы покорить Катю. Екатерина. Ну и сюрприз понравился очень. Друзья хорошие. Защитить может. Правильный молодой человек, хоть он из себя ничего особо так не представляет. Ни мышцами, ни всем остальным. Предприниматель. Да, делает все правильно. Молчит, когда надо, делает. И показывает, что умеет, когда нужно. Поэтому не пробросайтесь. Как есть, так и показал себя. Какой-то есть. Нужно сказать, что, конечно, дева и стрелец очень часто притягиваются друг к другу. Это частый союз. И здесь у вас очень хорошая физическая совместимость. То есть, так сказать, женско-мужская. Мы об этом говорим и слышим от вас, дорогая Тамарочка, на каждой программе. Ну, это не у каждого. И я делаю вывод, что для вас, как и для меня, это тоже основная часть жизни семейной. А как без этого? Ну, в общем-то, у таких людей, как она и он, это очень важная часть жизни. Вот астролог сказала, что вы хорошо совместимы по звездам, по знакам зодиака. Рыбонька моя, плыви ко второму жениху. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Меня зовут Виталик. Мне бы очень хотелось узнать тебя побольше. Вдруг что-нибудь получится у нас. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Виталий, 26 лет. Менеджер в московском ресторане. Гордится службой в разведывательных войсках и тем, что спас девушку от насильников. Мечтает открыть сельскохозяйственную ферму. Признается, что его семья пережила страшное горе. Предупреждает, что половину зарплаты отдает родителям. Виталий был сильно подавлен, узнав, что возлюбленная не дождалась его из армии. Но когда узнал, на кого его променяли, понял, что мир сошел с ума. Надеется, что Екатерина не лишена здравого рассудка. Я знаю, что у вас в семье произошло несчастье. Что случилось? Да, к сожалению, у меня был брат. Мы с ним были двойняшки. Его звали Валера. Но родители не говорили, конечно, ничего. Скрывали, чтобы мы ему не сказали, что у него заболевание. Сколько было лет? Он ушел в 16 лет. Я знаю, что он, умирая, вам сказал какие-то слова, которые вы помните. Он перед смертью, когда умирал, ему уже выкололи наркотик. Она уже заразой перешла на легкие. Он лежал на кровати, плохо вставал. Ну, уже практически не вставал, дышал тяжел. И вот он встал с последних сил, обнял меня, говорит, брат, я сегодня умру. Типа позвони брату, пусть выезжают. У нас есть старший брат, его зовут Александр. Он в то время учился в Южнофедеральном университете. То есть в Ростове, а мы живем в области, другой городок. И он ехал, ехал, и тот все время твердил, когда братка приедет, когда братка приедет. Сейчас умру и не увижу. А потом встал, обнял меня крепко, заплакал. И говорит такие слова, типа, брат, прости меня за то, что я там когда-то врал тебе. Там что-то сваливал на тебе какую-то вину. Ну, там, не делился чем-то. Просто прости меня за все, что я вот эту вот сделал. У меня тоже, как бы, слезы текут. Я стараюсь не показать это. Бедная мама. Не, ну, маме посоветовали, она знала, что, как бы, Валера умирает. И врачи посоветовали завести еще одного ребенка. Ну, чтобы он, как бы, так. То есть ей... Отвлечься. Да, 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 да. Родить или взять? Родить. Нет, родить. Родить. Мама забеременела, уже была в положении беременной. То есть она родилась на свет. Светлана ее назвали... Ну, в день Татьяны она родилась, моя сестричка. Ее нужно было назвать Таня, а назвали Свету. Потому что брат перед смертью попросил, назовите Свету. А брат увидел девочку? Да, но она грудная, совсем маленькая. Ну, то есть родилась девочка при брате? Да, плакала сегодня, да. Ну, сейчас мама в ней души не чает, она ее веселит. Тяжелая история у обоих. Я не знаю, как это впоследствии скажется, да, на их отношениях. А вы папой ни разу не прозвучали, а папа, папина роль в семье. Папа, ну, он такой обычный деревенский мужик, вот так можно сказать. А вы ведь половина зарплаты своей, и говорите об этом, предупреждаете невесту. Вы будете отдавать родители, правильно я поняла? Нет, ну, конечно, не, ну, как половина. Если нужно будет отдать все, я все отдам. Я думаю, она поймет правильно. Это даже если у вас дети родятся. Я думаю, она правильно поймет, если будет трудная ситуация. А вы как это думаете? Нормально. Если трудная ситуация, то да. Я думаю, эта история не подкупит ее. История трогательная. А вы в Казань готовы? У нас там квартиры есть. Кстати, Казань сейчас прекрасный город просто. Все-таки. Или к себе заберете? Я знаю, что город Казань, он прекрасный город. Не, без разницы. С любимым человеком я готов поехать на Крайс Света. Да, я с родителями живу. Ну, как, я им помогаю. Если родителям не понравится невеста, если мама скажет что-то... Нет, нет, нет. У меня мама очень хорошая. Ну, вдруг. Будете слушать маму? Нет. Я буду слушать себя. А какие будут обязательства? Какие будут обязательства у вашей жены в вашем доме? Что она должна быть обязательно? В чем должна она обязательно, обязана? Послушайте, давайте так. В провинции определенный уклад, определенные взаимоотношения невестки в доме свекры и свекрови, отношения с заловкой и так далее. Там не совсем традиционная семья, там более либеральная. Послушайте, вы же хотите открыть сельскохозяйственную ферму, правильно я понимаю? Это перспектива ваша? Ну, на будущее. Так, это мы рассматриваем. Ну, вот это и есть вы к этому. Значит, соответственно, ваша жена должна быть... Сочем? Конечно, невестка должна прийти в дом, и я спрашиваю, какие обязательства у нее будут в этом доме. В доме родителей Виталия. Обязательства, я не знаю, я не собираюсь в данный момент жить с родителем. Я считаю, это чисто мое мнение. Не знаю, квартиру сниму. Ну, что хорошо, Денис, что о тебе провинциально сказать точно нельзя. Поэтому никакого конфликта провинции и города относительно большого у вас точно не случается. Расскажите, как вы спасли девушку? Ну, это было совсем неожиданно. Меня друг пригласил на базу отдыха, где вместе гуляли. Ну, была просто шумная кампания, мне нужно было отойти по телефону поговорить. Ну, там база отдыха, как правило, причалечные мостики, дон река течет. Шум, гам, все гуляют, отдыхают, лето. Ну, отошел поговорить, слышно. Ну, так, плохо было слышно, что кто-то как будто рот кому-то закрывает. Оказалось, что один стоял, ну, смотрел по сторонам, чтобы никто не вмешался в их дела. А второй пытался ее изнасиловать. Ну, я подбежал. Второй убежал сразу, как только увидел, что я бегу, бросил и своего друга, и все. Слушай, что все спасатели кругом одни? А какие планы у тебя на будущее? Планы на будущее? Цель. Завести семью ребенка от любимого человека. Хозяйственная ферма, да? Это просто, это просто так, правильно. Я к этому... Нет, это очень хорошо. Так это же прекрасная мечта, вы что так от нее отбрыгиваете? А вы где живете, в Москве или вот у себя? В данный момент я пока здесь проживаю. У вас осталось два бонуса, скелет в шкафу и свидание наедине. Свидание наедине. Проходите. Расскажи мне о себе подробнее. Ну, о себе? Ну, просто я себя так веду, я просто не привык к такой массовке, к телесъемкам. Я тебя понимаю, ты волнуешься, я тоже. Да, да, немножко, да, есть такое. А так, не, ну ты мне понравилась, как бы говорю, так, что ты сильная. Почему я? Да, вот такая, знаешь, не сдалась, боролась с болезнью, вот с этим вот. Вот прям эта редкость. В основном, знаешь, вот как правило, я встречу себе девушку, да? Постоянно мне надо часто успокаивать какие-то сопли. Блин, хочется нормальную бабу, да? Которую, знаешь, будет ценить, понимать там и не знать. Жить с родителями мужа нетрудно, невозможно. Вот в моем случае я уже три года живу один без родителей, пока не женат. А сколько вам лет? Мне 32. А что у вас есть? В смысле? У меня есть моя музыка, мое творчество, моя работа. Ну, квартиры есть у вас? В Москве нет, в Кисловодске есть. Ну, так живете в Москве? Живу в Москве, да. Ну, так а что, вам же нет и предложить нечего, кроме своей музыки? А что вы ей предложите? Ну, вы как-то потребительски относитесь к этому, что я не могу сказать. Виталий, а сюрприз приготовили? Да, да, конечно. Я хочу, хотел бы, чтобы мой друг спел свою песню, собственно, сочинение. А мы с удовольствием послушаем. Да, да, а я хочу пригласить, да, Наталья. Прекрасно. Для молодых исполнить, что я хочу пригласить. Не считайшим месяцем музыкальный сюрприз. Да, почему нет? Сколько дорог на свете Я пролетел, как ветер Только в просотке этой Ты всегда Я тоже очень волнуюсь Вообще, да, никого нету, только мы с тобой двоим Слушаем Моего друга Лёва Хорошо, понял, точно Да, у нас хорошо Нормально так, ты что, подготовился, да? Хочешь? Хороший, да Другу можно пожать руку просто уже Ну, пока тоже сильно видно, что тоже устало Я так волновалась уже Ты просто, может быть, я ошибаюсь, как мне кажется, тебе попадают с таким парнем, но, не знаешь, ты постоянно что-то для них делаешь, ты понимаешь, что-то для них делаешь Ну да, Тамара правильно сказала Тамара Глоба правильно сказала Почти всю правду Денис, тебе песня понравилась? Хорошо поет, Вась Хорошо поет, да, хорошая песня А последнее Спасибо Браво, самая лучшая пара сегодняшнего вечера Спасибо, дорогой Проходите в свою комнату Идем мы туда, да? Левон, а вам что, тоже наша невеста понравилась? Очень Да? Да Если что, мы можем вас это рекомендовать? Без проблем А вы пригляделись бы, смотрите, поет, она уже пригляделась Всегда готов Как вам Ларисочка и Артем? Мне кажется, вот из-за потрясений, которые он пережил в жизни, да, он стал немножко какой-то жестковатый, жесткий Вот, может быть, замкнут, немного зажат, но когда они танцевали вдвоем, да, то есть остались как бы наедине, да, он мне показался немножко другим человеком А вы врач, ваш профиль? Кардиология Как вам Ларисочка? Знаете, мальчик, ну, хороший мальчик, но вот почему-то, глядя на него, я вот когда на него смотрела, я вот слушала, и почему-то у меня перед глазами сегодня снял Тихий Дон Фильм Тихий Дон И что? Мне вот почему-то казалось, что вот он будет, я не знаю, ну, в нем какая-то строгость такая, вот, ну, что-то вот такое вот, мне кажется, что он будет жену свою держать вот в таком кулаке То есть Одно мнение будет его, а второе неверное А второе, правильно, то есть опять его, значит, ну, я не знаю, может, это, конечно, ошибочное мнение, но жестковат маленечко Это абсолютно мужчина из того места, где он родился, где вырос, там по-другому не бывает Пускай-то рябку себе ищет А мужчина такой должен быть на самом деле Как вам? Мне понравился То есть вы там себя видите? На свежем воздухе, парное молоко? Если только он будет жить, наверное, на моей территории, возможно, так Но допускаете, что он может жить на вашей территории? Да, возможно Роза? Знаешь, как говорится, все равно деревня в нем видна, вот все равно она, хоть брюки ее одень, хоть что сделает Не надо выдавливать из себя это, надо, если уж природа сделала, то и тянет, так и давайте Но вы, конечно, в деревню не поедете Ну, он вряд ли, да А зачем вам тогда мужчину, которого вы превратили уже в нечто? Уже не пойми, кто это? Мужик, не мужик, баба, не баба Зря Пусть он мужиком будет Я думаю, что так и произойдет, потому что в нем это очень сильное начало Вот такое мужское, где вот эта такая суровость, о которой вы говорили, очень ценится Вот у таких простых девчонок, она в цене, там как раз не любит таких мягкоженственных Вот там, где родился, там и пригодился Не, ну мы же сюда приехали с одной целью, правильно? Вот там, где родился, там и пригодился Забрать бабу с телевидения, принцессу А звезды что говорят? А я думаю, что он стремится развиваться от противного, не как отец, а наоборот Отмораживает уже себя, что ли? Нет, абсолютно, вот он видит, какой отец, и он хочет быть другим совершенно Да, среда ему нравится его, он очень хорошо относится к своей матери Он действительно человек, которому важно отношение женщин Он понимает их, потому что на самом деле у него очень сильная природа, чувственная Венера в рыбах, Солнце и Меркурий И поэтому этот человек очень хорошо чувствует людей Он к матери ближе, видишь, с какой теплотой, говорила мать Потому что он на браке, а дети у него, кстати, очень хорошие будут Единственное но, да, вот в быту они абсолютно одинаковы К быту относятся и к работе Это склонность зарабатывать, вкалывать, строить дом свой, понимаете? Вот и у него, и у вас есть Он найдет вот эту свою стезю Единственное, из-за быта могут быть стычки какие-то Потому что действительно где-то будет прорываться, как я сказал Но вы обязательно подавите, потому что у вас, вот это, как я сказал, оно гораздо сильнее Мне кажется, взаимосвязано что-то Но вы именно та женщина, которая может зажечь его, вот эту внутреннюю природу Своей активностью и вообще вот всей своей натурой Вот так Поэтому птица моя, летите к третьему жениху Катюшечка, здравствуйте Здравствуйте Я очень рад нашему знакомству Я думаю, поближе познакомлюсь к вам Спасибо Можно вашу ручку? Спасибо Илья, 34 года В прошлом учитель физкультуры Сейчас заместитель директора в строительной компании Кандидат в мастера спорта по бадминтону Гордится первыми местами на чемпионатах и большим количеством наград Мечтает оставить свой след в истории Предупреждает, что он слишком мнительный В построении серьезных отношений Илья всегда мешал инстинкт охотника Надеется, что Екатерина не станет очередной его жертвой Здравствуйте Убил букетом просто, привет Здравствуйте Ну, просто убил Сразу же, Катюшечка, я знаю, что вы готовите, любите И любимое ваше блюдо – это курица Я тоже люблю курицу Это вот, пожалуйста, вам Отвергайте Молодец И красоту, и накормит И сейчас Ну, все съедобно, так что все нормально, не переживайте И покормит сейчас просто Кушайте на здоровье Хорошо, спасибо О, курочку принес Молодец, хозяйственный Вы говорите, что вы охотник Но мужчина-охотник – это хорошо Обычно вам это помогает в выборе партнерши А почему вы один? Что же вас с девушками никак не заладится? Ну, вы знаете, сейчас время вообще на самом деле тяжелое С выбором, наверное, жены так же, как и у женщин-мужчины Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какую ответственность? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, мальчик такой положительный, но мне почему-то кажется, что он еще не созрел для таких... 32 года, конечно, созрел. Серьезных, вот именно серьезных. Мне почему-то кажется, что он действительно как бомбинтой играет вот это вот. Нет, он уже 32 года, он же понимает все про себя. Я думаю, созрел. Ну, я не знаю. Мне кажется, он просто неискренний был. Ну вот, еще и неискренний меня обвиняет. Абсолютно искренний, на все вопросы отвечал, все говорил правду. Кстати, вещи говорил о себе нелицеприятные. Может быть, просто волнение? Да, что? Волнение. Какое волнение? Это вы волновались? Вы зажатая, и вы себя... Он вел себя, кстати, абсолютно адекватно, открытый, откровенный, легкий. Какое? Я волнения не заметила. Я заметила волнение в вас, когда он вас прижимал к себе. Всему делаю вывод. Он вам понравился? Возможно, да. Не знаю пока. А Артему? Ну, мне он показался очень легким, нестеснительным. Он спокойно обсуждал все вопросы и темы, поэтому... Хотя она, в принципе, такая же, просто вот здесь, видимо, как-то чувствует себя зажато. Сам по себе Илюха такой хороший парень, конечно. Для меня понятный. И я думаю, что у него, конечно, амбиции, и ему хочется женщину высокого полета, звездную. И он сам о себе, мне кажется, так понимает, что почему бы и нет. И он может, да, и москвичку, потому что он о себе мнение высокого. Да, он даже так рассказывал. Да, простая девушка ему не нужна. Нет, Лариса не права, я все-таки все равно хочу семью, однозначно. Он сейчас хороший любовник. Не муж, не это... Поэтому... Я думаю, еще лет 15 он будет пребывать хорошим любовником. Нравится. Поймал бабочку, пока она крылышками бяк-бяк-бяк, он, понимаешь, ему интересно. Как только она затихла, все. Она для него уже гусеница. А что у звезды? Он вам понятен, потому что луна у него в близнецах. Ой, только ради этих слов надо совпитать. Мужчина-водолей. Он стремится к идеалу, он ставит перед собой, так сказать, какие-то цели. Но он сразу видит, моя, понимаете, да? А что не задерживается? Ну, вот послушайте, когда... Чем ближе он к этому идеалу, тем страшнее ему потерять свою свободу. Он действительно может, как вы говорите, быть хорошим любовником. У вас потрясающая тоже связь, вот, что касается внутреннего состояния. Может быть, где-то внутри себя вы отстраняетесь, потому что понимаете, что это может взрыв какой-то родить, страсти. Но он, может быть, не думает серьезно об отношениях, но может очень серьезно в вас влюбиться, сам того не подозревая. Ну, а в противном случае зачем тут отношения вообще нужны, если взрыва этого нет? За кого вы? Да, я за первую. Вы что с Катей? Вы знаете, Лариса, я очень люблю Катю, да, хочу, чтобы она была счастлива. Но для меня эталон силы, свободы. И все женихи были достойны, но я бы лично порекомендовал ей Дениса. Потому что он дева, и как бы, ну, если верить гороскопам, я тоже дева. А мы очень прекрасно ладим с Катей, очень прекрасно ладим. Хорошая девушка, мне кажется, вам нужно попробовать какие-то серьезные чувства создать. Я вам предлагаю пойти к Ливону. Сегодня, несмотря на то, что он за всю программу сказал 3-4 фразы, он был самый убедительный. Он был самый готовый к отношениям. Он глаз с вас не сводил. И он абсолютно точечно давал характеристики и своему другу, и по поводу жизни, и соглашался там, где нужно было соглашаться. Он абсолютно готов, он знает, что это такое семейная жизнь. Я не знаю, может быть, потому что он, наверное, судя по всему, армянин, и родился, и жил в традиционной семье, но я за Ливона. Роза? Я за Дениса, потому что в самом начале программы... Ливончик Джан, армянин? Да, конечно. Слава, Танэ. Говорю вам, Геннадс Валищин. Я что хочу сказать? Я просто был поражен болью, которая есть в ваших глазах, да? И я считаю, что вот ваша индивидуальность, ваш опыт, который вы прошли, это достойно, я даже не знаю. Мне кажется, мужчина, который готов вас принять, мне кажется, таких мужчин очень мало на этом свете. А вы готовы? Я, ну, я про себя индивидуально не могу сейчас говорить. Просто быстро говорите день рождения и год рождения. 25 июля, точнее, 1982 года. И вот огромное спасибо я бы хотел вам сказать. Вы настолько грамотно, правильно все говорите, отвечаете, это просто... Ливончик, ты жениться хочешь или нет? Лично я пока не готов жениться, но мне очень нравится такой человек. Нет, ему нравится, но он не хочет сразу жениться. А и никто, и никого не зовется. Лёва. Чего у вас у меня хотите? Красавчик. Не, молодец, молодец. Томочка, что звезды? Первый вариант, конечно, он вам более понятен, правильно? Потому что совместимость есть очень серьезная. Второй жених, несмотря на всю свою ершистость, тоже вам подходит. Вот третий, это, конечно, потрясающий любовник и невероятный роман, который вы можете пережить. Потому что он вас будет идеализировать. Из этих вариантов ваш выбор. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите, куда решили. Ну, не знаю, я же людям, да? Я прямо... Да, ну, меня... Да пахать на вас надо, на всех. Я приглашаю всех выйти и поддержать Екатерину. Ух ты! Здорово! Спасибо большое за доверие. Мне очень приятно. У нас есть пара Екатерина и Денис. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Рада за вас. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала.